Мероприятие 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 Вы сегодня в самом традиционном атрибуте патриотизма Уфимского нефтяного университета, и каждого факультета, это футболки ваших факультетов, вы единая команда, и я желаю вам сегодня всем победы, которая одна будет на всех, это победа над собой. А всех остальных победителей, вы, наградят, и так далее, 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 еще раз поздравляю. Я прошу все команды сделать сюда 4 шага. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Добрый вечер, дорогие друзья, уважаемые студенты, гости, которые у нас сегодня есть. Я думаю, что по мере сегодняшнего вечера вы их и увидите на сцене, и их правильно объявят, и скажут, и они скажут все то, что должны сказать в этот день. На самом деле это традиционное мероприятие, которое в нашем УЗИ проводится уже много-много лет. Наверное, ровно с тех пор, как это не очень хорошее слово из четырех двух стало так звучать. И, наверное, не зря уже придан давним-давно статус международного дня борьбы со СПИДом. Но в свое время силами тогда еще поликлиники, да, то есть не было еще центра организации укрепления здоровья наших студентов, содействия здоровья обучающихся. Тогда была просто поликлиника, просто профсоюзная организация. И мы начали это, ну, будем сказать, этот долгий путь к тому, чтобы каким-то образом сделать так и привлечь внимание наших студентов к этой проблеме. И те мероприятия, которые проводились в общежитии всегда и в этом зале, они все имели, естественно, определенную направленность. И вы все взрослые люди. И мы уже давно перестали, так сказать, смешки какие-то слышать во время выступлений и лекторов. И когда ребята общаются на эту тему. И когда мы раздаем, в конце концов, и те же призы и подарки в виде тех же презервативов, да, мы все с вами взрослые люди и все прекрасно понимаем. Поэтому я бы хотел, чтобы вы и ваше поколение, в том числе нынешнее поколение студентов, которые живут к большому сожалению в мире, когда эта проблема ухудшается. Это количество людей, которые подвержены, так сказать, заболеванию и, в принципе, тому, что они могут заболеть, тоже, к сожалению, повышается. Вот если бы все шло на убыль, наверное, нам было бы гораздо приятнее. Но, к несчастью, все идет к тому, что пока мы сами не поймем хотя бы на территории, так сказать, нашего университета, что это за зло, ну, как бы никто за нас эту проблему не решит. Поэтому я еще раз от имени администрации университета, от имени профсоюзной организации хотел бы, чтобы мы все с вами вместе понимали, что это большая проблема, ее надо решать. И через информационную составляющую, которая вот в том числе и сегодня, через все те мероприятия, которые были в общежитиях, я думаю, что мы сегодня отметим эти мероприятия. И ребят наградим, которые активно поучаствовали в конкурсах, плакатах и так далее, и так далее. И сегодня у нас в программе фильм, так сказать, немножко мы вот хотим поменять формат. Я думаю, что на следующий год вполне возможно и побольше будет, так сказать, людей в зале. Но что-то надо менять, может быть, время, может быть, еще что-то. Но зная, что в общежитиях мы провели эти все мероприятия, знаем, сколько людей уже приняло участие, мы понимаем, что, в общем-то, делаем большое и правильное дело. Поэтому я и не поздравляю вас с этим днем, естественно, да, и не желаю вам там приятно провести время. Сегодня другое собрание, так сказать, да, другое мероприятие. Поэтому я бы хотел, чтобы мы еще раз повторяем, обратили на это внимание, выслушали все то, что сегодня вам скажем, и посмотрели тот фильм, который мы приготовили для вас, потому что это очень интересно. Спасибо. Спасибо. Слово предоставляется начальнику Центра содействия и укреплению здоровья студентов Таисии Александровой Гостеновой. Ребята, добрый вечер. Я очень рада видеть вас в стенах нашего дворца. И хочу сказать, что Андрей Владимирович уже отметил, что это мероприятие проходит у нас, можно сказать, наверное, в течение уже 20 лет. И многие ребята, вот я уже, когда мы собирались проводить это мероприятие, говорили, а зачем это проводить, для чего. Сейчас у всех есть интернет, можно открыть эту страничку, прочитать про это грозное заболевание. И не нужно не ходить ни на какие мероприятия и не слушать врачей, которые так нам толдычут с утра до вечера, что ВИЧ очень опасен. Но я просто хочу сегодня сказать, что ситуация очень тревожная. И получается, во всем мире рост ВИЧ-инфицированных растет. В России тоже у нас большое количество выявленных. В этом году примерно я буквально вчера получила письмо Министерству образования Российской Федерации. Там вот такая статистика, около 70 тысяч вновь выявленных. У нас в Ашкирии получается 2,5 тысячи вновь выявленных, не больных, а ВИЧ-инфицированных. Поэтому очень нас, медиков, тревожит эта ситуация. И поэтому мы стараемся проводить вот такие мероприятия. Но достучаться пытаемся до вас. Все-таки, как ни говори, до кого-то это доходит. Кто-то задумывается о том, что нужно беречь свое здоровье. Ну а некоторые, как продолжали вести аморальный, можно сказать, шок образ жизни, так и продолжают вести. Я, учитывая то, что я являюсь начальником Центра содействия укрепления здоровья нашего университета, я еще параллельно заведующая психологической поликлиникой. И ваше здоровье у меня как на ладони. Что я хочу сказать. Меня очень беспокоит то, что в последнее время у студентов они потеряли не то, что сказать, что бдительность, а потеряли страх перед этими всеми инфекциями, которые передаются половым путем. Вот хочу сказать, провели сейчас медицинский осмотр первого курса. Но вот сегодня буквально только взглянула на эти ужасные цифры. Получается, что здоровых ребят практически в некоторых группах один-два процента, а в некоторых вообще ни одного здорового студента нет. Но меня беспокоит то, что вы имеете уже букет хронических заболеваний, беспокоит то, что вы страдаете тем, что вам все хочется попробовать. Вам хочется все, особенно на первых двух курсах, все познать, попробовать. И получается на первом курсе, вот сегодня с гинекологом на китаче проводить статистику, получается вот все эти инфекции передаются половым путем. И получается сейчас у нас после меня будут выступать доктора, и они скажут, что в основном сейчас эта инфекция передается половым путем. А что у нас на деле получается? У нас на деле получается, что сейчас из тех студентов, которые поступили к нам на первый курс, там половина девчонок уже с 12-13 лет начинают жить половой жизнью. Не то, что с одним половым партнером, они даже не могут сказать, сколько у них, чего у них. И представляете, в 23-м годах у них имеется такой букет хронических заболеваний, что они какой там говорить, что что-то кого-то они выйдут замуж и родят нам здорового ребенка. Ее самую спасать нужно. А при чем еще это? Она заражает и молодых людей. Наши урологи, они тоже в нашей 18-й больнице, он тоже в ужасе, потому что вы не думаете, мальчики, что вам эта девушка, или вы друг другу не дарите и не обмениваетесь этой инфекцией. Вы тоже обмениваете этой инфекцией. И все инфекции, передающие половым путем, получается, в расцвете у вас они присутствуют. А потом, что граждан, ладно, если кто-то подхватит, вы не можете потом иметь потомство. Распадаются семьи. И возьмите, вот у нас недавно тоже прошла информация, что при Волжском федеральном округе наша, получается, республика занимает по разводам первое место. Вы думаете, это не связано с тем, что молодежь потеряла всякую нравственность? Поэтому меня очень-очень беспокоит. И первые два курса у меня просто врачи, они в шоке, в ужасе, потому что они считают, это норма, что они живут половой жизнью уже с 12-13 лет. И говорят, а что это такого? Это принято во всем мире? Нет, это не принято во всем мире. Это неправильно, ребята. Нас беспокоит то, что многие ребята считают за норму, проводят первые курсы, начинают знакомиться обильно, выпивают спиртное, начинают посещать различные вечеринки. Мы все прекрасно понимаем, что вы выбрались на свободу и начинаете как бы от мамы, от папы у вас вольная жизнь. Вот буквально, наверное, недели две назад тоже наши первогрузки. Вы думаете, вот у меня, если бы кто-то присутствовал у меня на приеме, я каждый день просто сама нахожусь в стрессе. У меня то папа со слезами, то мама со слезами. Буквально, буквально три недели назад у меня плачущий отец, девушка, которая закончила золотой медалью, поступила в БАУ. Вообще у нее в МГУ она проходила по баллам. Он, ведь, идеальный ребенок, буквально познакомился с старшим студентом, третикурсником по интернету. Я не знаю, кто кого посадил на спайсы. И что? Сейчас она находится у нас в психиатрической больнице. Весь тройфакт об этом сейчас говорит. Поэтому для вас, если норма спайса, спайса, алкоголь, пиво, они тоже вашу психику расслабляют, и вы идете вот на такие беспорядочные половые связи, которые вас могут привести и к спиду, и к венерическим заболеваниям, и к гепатитам. Это же все передается вот именно это половым путем. Понимаете? Поэтому я хочу сказать, что вы не думайте, что меня это не коснется. Может быть, коснется. Да, сейчас не сейчас. Потому что вы прекрасно все читали и знаете, что вирус иммунодефицита, он может... Вот еще хочу сказать такую вещь. С 20-го, 27-го мы на сайт везде писали, вы читаете интернет, и 27-го мы организовали бесплатное обследование на ВИЧ-инфекцию. Там так и звучало. Обследуйте свой, обследуйте себя на ВИЧ-инфекцию. Есть или нет? Все-таки я считаю, что тот, кто хоть раз, два раза, ну раз, какие-то беспорядочные половые связи какие-то были, можно пойти бесплатно, анонимно обследоваться на ВИЧ-инфекцию. А зачем это? Я уговаривала ребят, у нас 40 человек, кое-как уговорили, хотя с Кошвин-диспансер приехали бесплатно для вас, чтобы вы пришли и обследовались на ВИЧ-инфекцию. Буквально 40 человек ребят только уговорили. Не зря же сейчас говорят, обследуйте на ВИЧ и спи спокойно. Понимаете? Это же может потом аукнуться, через какой-то промежуток времени. Поэтому мы, ребята, уговариваем, уговариваем, но они у нас сопротивляются. Поэтому те ребята, которые откликнулись, пришли, я просто думаю, что эти ребята, они следят за своим здоровьем, не напугались, пришли, обследовались и действительно будут спать спокойно. Поэтому, ребята, я бы хотела, чтобы вы, поступив в наш ВИЧ, были здоровыми, берегли свое здоровье, не распылялись на все различные наркотики, берегите свою молодость, свое здоровье, потому что потом вы ни за какие деньги не купите свое благополучие. Сколько родителей приходят и не знают, что с вами делать. Некоторые ребята обычно мне говорят, что какая ситуация у нас в университете. Вот вся информация, которая о ВИЧ-инфицированных или о подозрительных каких-то анализах, она приходит ко мне в кабинет. Я ее никуда не могу никому распространять, даже вашему факультетскому врачу. И получается, что за этот год у нас было два случая таких. Значит, вы бы видели тех ребят, которым мне приходилось объявлять, что у него положительная такая реакция. Я боялась за этих ребят, потому что они готовы были что угодно сделать, чтобы у них не было этого анализа. В общем, слава Богу, что после трехкратного обследования у этого молодого человека диагноз не подтвердился, он был счастливый и счастливый. А я боялась за его состояние, как бы он и не в петлю, как бы он вообще ушел с общежития. Он уже написал заявление об уходе с университета. Он вообще уже поставил на себе крест. Потом, значит, был еще один случай. Студент тоже поехал в гости в Оренбург. Там поучаствовал в какой-то компании. Там и были наркотики, как он сказал. Все там было. И там среди них был один ВИЧ-инфицированный. И нам по почте присылают, что нужно этого молодого человека обследовать. Ему уже до нас уже сообщили, что тот молодой человек был ВИЧ-инфицированный. Он пришел, на нем лица нет. Вы думаете, что у нас... Ну, слава Богу, что этот молодой человек у нас два года стоял на учете. На учете, как мы его просто обследовали в центре СПИДа. В центре СПИДа. И, слава Богу, тоже сняли с учета. Когда он уезжал, он сейчас закончил. Когда он уезжал, он меня так благодарил, что я никому не рассказала. Что я никому не разнесла эту информацию. Потому что, если бы, не дай Бог, вся эта информация куда-то просочилась, то этот молодой человек, мне неизвестно, что с ним было. Так что, у нас тоже бывают вот такие случаи. Меня многие ребята спрашивают, есть ли у нас инфицированный и обучатель в нашем университете. Я могу только сказать за ступ-городок, потому что я отвечаю за ступ-городок, и они находятся на моей территории. Те ребята, которые находятся, проживают в городе Уфи, или, ну, прикреплены к другим медицинским учреждениям, мне такая информация не поступает. Я смело хочу сказать, что на территории ступ-городка у меня на данный момент сегодня на учете никого нет. Поэтому я думаю, что вот те мероприятия, которые мы в течение уже многих лет проводим, и стараемся проводить эти мероприятия именно в общежитиях, я думаю, что приносят это свои плоды. Поэтому, что я хочу вам сказать. Берегите свое здоровье. Берегите, в общем, своих родителей. Не вступайте ни в какие-то авантюры. Вы поступили в такой порядочный, приличный вуз, где на будущее вас ожидает хорошая воскоплачиваемая работа. Многие ребята, вот сейчас уже которые выезжают на производственную практику, мало того, что вы прекрасно все знаете, что справка от нарколога и психиатра вас тестируют на наркотики, плюс еще сейчас многие компании уже запрашивают анализ на ВИЧ-инфекцию. Без этого сейчас уже многих ребят на практику не берут. Особенно, если вы собираетесь в какие-то иностранные компании. Задают мне вопрос. У нас очень много обучается иностранцев. Как мы их обследуем, как мы их, как они вообще себя ведут. Ребята все, когда приезжают сюда к нам на обучение, получается, что их даже в общежитии мы не заселяем, если у них не будет на руках этого анализа. Анализ они сдают в центре СПИДа. Мы их не заселяем в общежитии. Но я помню, в далекие времена, когда мы приезжали вьетнанцы, мы троих выявляли. Но это было, наверное, лет 10 назад. Андрей Владимирович, мы их депортировали. Мы сразу их депортировали. Поэтому, в общем, надо знать, что такая инфекция существует. Так что берегите свое здоровье, свое будущее. И все у вас будет прекрасно. Я могу ответить на вопросы. Можете активно задавать вопросы. И после меня будет выступать представитель центра СПИДа. Пожалуйста, ребята, не бойтесь. Задавайте вопросы, что вас интересует. Пожалуйста, я отвечу на вопросы. Есть вопросы? Нет? Ну, спасибо за внимание. Слово предоставляется начальнику центра, заместителю главного врача центра профилактики СПИДа Зайцеву Сергею Владимировичу. Добрый вечер, уважаемые преподаватели, уважаемые ребята. Нам очень приятно встретиться с вами в этом роскошном зале. Повод, который служил этому, это встрече, которые посвящены профилактике такого страшного заболевания, которое нам всем известно, заболевание, вызываемое вирусом иммунодефицита человека. И конечной терминальной стадией этого процесса является СПИД, синдромом операционного иммунодефицита человека. Эпидемиологическая ситуация по этому заболеванию в республике, в мире, Российской Федерации тревожна. У нас, в республике Башкортостан, за весь период наблюдения выявлено более 19 тысяч больных с этим заболеванием. В настоящее время у нас в учете состоит более 14 тысяч больных, которые имеют этот процесс. И что необходимо сказать, что только в текущем году у нас, в республике, выявлено 2700 новых случаев ВИЧ-инфекции, среди которых мы видим, что шире и чаще стало встречаться женское лицо. Вирусом иммунодефицита человека чаще выявляется даже у женщин. И мы видим, что применизация этого процесса стала актуальна. В городе Уфе у нас на учете состоит более 5 тысяч больных с этим заболеванием. Что необходимо сказать, что сейчас мы четко видим, что этот вирус иммунодефицита человека является реальностью нашего дня. И во многих уже домах, расположенных рядом с любым практическим зданием, находятся лица с этим процессом. ВИЧ-инфекция становится реальностью. Но мы должны понимать, что передается это заболевание только в трех путях передачи, которые вы все прекрасно знаете. Вы получили памятки, в котором об этом все представлено. Прежде всего, это половой путь передачи, который стал лидирующим среди лиц, инфицированных в текущем году. 60% были инфицированы при незащищенном сексе, при незащищенных половых контактах. И те минуты слабостей, которые проявлялись при возможности этого инфицирования, можно, конечно, предупредить. Второй путь передачи – это путь приведения наркотических веществ, которые мы полностью можем избежать, не допустить, предотвратить. И тут мы видим последствия тех и введений разных психоактивных веществ. И третий путь передачи, который нам также знаком, это путь передачи от матери к ребенку. Этим путем мы можем обезопасить, не допустить и полностью предотвратить этого распространения. Прежде всего, мы должны помнить и знать, что только безопасное поведение, понимание пути передачи сможет предотвратить и допустить распространение этого заболевания. В нашем центре, который располагается по улице Црюпа, 86, любой может пройти тестирование на это заболевание. При этом пройти консультирование врача-терапевта, где получит полностью ответы на те вопросы, которые, может быть, вы сейчас стесняетесь спросить у нас, которые будут сформированы далее, и которые могут возникнуть у вас. Поэтому приходите к нам по адресу ЦРЮП 86, спокойно сдавайте анализы, и вы получите всю подробную информацию. Можно сделать так же это все, естественно, и анонимно. Что еще очень важно, чтобы вы понимали, что ВИЧ-инфекцию можно предотвратить, можно не допустить, и правила тут достаточно просты, которые вы уже понимаете, знаете, видите и предупреждаете. При наличии вопросов обращайтесь и сейчас, спрашивайте, звоните, мы всегда готовы ответить на все вопросы. Мы здесь находимся и ждем от вас активного контакта. Спасибо. Если вопросы присутствуют, можно подойти и спросить их. После показа фильма мы находимся вместе с вами. Работа по профилактике СПИДа может иметь и самые различные формы. Так, одной из традиционных и эффективных форм стал конкурс плакатов из тех газет, в котором приняли участие более 90 работ в бумажном и электронном варианте. И сегодня мы наградим победителей. Победителем конкурса в номинации «Лучший нарисованный плакат» стала Хаева Влада, группа BMT 1304. В номинации «Электронный стиль газеты» третье место занял Рахматуллин, Ильдар, группа BTP 14.02. Второе место Второе место заняла работа Ахмадеева и Светланы БЭГ 1301 и Хайрулина Марселя Бабишей 1301. Первое место заняла работа Султановой Элины Рамилевны, Кинжибаевой Айданы Нурмалатаны и Дусинбаевой Альбины Казмукаш КЗ БГЛ 1501. Представитель группы БГЛ 1501 может подойти? И еще один конкурс заслуживает внимания. В ходе конкурса оценивалась подготовка общежития УПНТУ к проведению мероприятия «Студенты за будущее без СПИДа». Победителями стали Команда общежития номер 7 за отличное проведение конкурса «Студенты за будущее без СПИДа». Команда общежития номер 8 за отличное проведение конкурса «Студенты за будущее без СПИДа». Третье место в конкурсе «Студенты за будущее без СПИДа» получают общежитие номер 6 и номер 4. Второе место – общежитие номер 1. Представители 4, 6 и 1 общежития и первое место в конкурсе «Студенты за будущее без спины» получают общежитие номер 3, «Механический публик». Продолжение следует...